Привет всем, дорогие зрители! Как-то совершенно незаметно наступило знаковое событие. Примерно год прошел с тех пор, как я начал более-менее активно заниматься каналом, старался, чтобы хотя бы раз в неделю что-то выходило новое, работало и продолжаю работать над улучшением технической части. И хоть число подписчиков колеблется плюс-минус, но вот сегодня оно достигло круглой цифры тысяч человек. И хотя производство массового продукта никогда не было моей целью, все равно я очень благодарен за оказанное доверие. Я рад, что кому-то эти материалы близки, кому-то они в чем-то помогают, возможно. А мне и сами видео, и подписчики, и комментаторы помогают разбираться во внутренних вопросах, в которых я все еще очень активно копаюсь. Я далек от того, чтобы сказать, что я хорошо понимаю какую-то сферу. Нет, я только чиркаю по поверхности. Это бездонная яма, ее можно копать бесконечно. Так что, по сути, это такой инструмент саморазвития и самоанализа во многом. Я изначально осмысленно решил не монетизировать свои видео. Я наблюдал, как другие ютюберы волнуются и борются постоянно балансировать на грани цензуры, чтобы видео монетизировались и не демонетизировались. Я решил, что не хочу заморачиваться этим, поскольку денег, я так понимаю, это приносит мало, и деньги не являются моей целью, по крайней мере, в данный момент. А постоянно иметь над собой такой сторонний контроль, ну, просто будет сужать возможности. И вместо того, чтобы думать о том, что действительно важно и что нужно сказать, будешь думать о том, как бы там какого-то робота не оскорбить. Это ведь даже, скорее всего, и не люди решают какие-то боты. Конечно, всегда висит топор глобальной цензуры, то есть могут подвести под что-то и прибить канал совсем. Ну, к этому я давно готов. Есть запасная платформа, и я знаю, там, по камрадам, по другим, есть еще запасные платформы. Может, не такие продвинутые, как ютюб, но, тем не менее, вполне себе. В случае чего я в течение суток въеду на другую платформу в полном объеме. Так что я считаю, если уж волноваться, то за какие-то крупные вопросы не за мелкие. Ну их нафиг. У Дэвида Линча как-то в интервью спросили, как он относится к тому, что, например, Стивен Спилберг намного более популярен, чем он. Он ответил примерно в таком духе, что Стивен Спилберг делает такое, что нравится миллионам людей, десяткам миллионов. А то, что делает он, нравится тысячам или десяткам тысяч. Но это почти не пересекающееся множество. Линча всегда интересует глубина. Не яркость, не скорость, не громкость. Глубина. И в этом смысле я стараюсь в меру своих скромных способностей ему подражать, то есть по возможности копать глубину. Он говорил, в Голливуде все хотят, чтобы все двигалось быстро. Но это как езда на водных лыжах. Когда едешь быстро, никогда не опускаешься ниже поверхности. Отдельная большая благодарность донатствующим. У меня, наконец, скопилась небольшая сумма. Ее, конечно, все еще не хватает, чтобы заплатить за лицензию на красную таблетку, которая была куплена полтора года назад. Но ее достаточно, чтобы вложить в какое-то оборудование. Я намерен докупить специально на эту сумму. Это будет знаковое событие, знаковая вещь, то есть это будет некое оборудование, которое я присовокуплю к тому, чтобы делать видео лучше, качественнее, интереснее. Большое вам спасибо. Это действительно знак поддержки и он многое для меня значит. Значит, именно в символическом смысле. Посмотрим, что случится во второй год, как все пойдет. Надеюсь, все будет серьезнее и интереснее. Всем спасибо, пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok